Усмехнувшись, я замахнулся ладонью для хорошего удара себе по лицу. Это должно помочь. Покеда. А перед началом этого видео, попрошу поставить лайк и написать любой комментарий. Это поможет в продвижении канала. Спасибо! Да, робо-братан, вы на канале Дивплей, меня зовут Евгений, и сегодня мы будем продолжать проходить лучшую кражу последнего героя. Погнали! Открывая дверцу своей последней надежды на еду, мне сразу попадает на глаза та самая банка. Всё это время она была мне, как напоминание об ошибке. Что решил той ночью в парке оставить всё на самотёке свалить. А теперь наблюдаю за результатом. Сначала я просто хочу швырнуть её об стенку со злости, но вовремя останавливаю себя на мысли, что это было единственное съестное в холодильнике. На банке не было ни этикетки, ни других опознавательных знаков производителя или хотя бы срока годности. Обычная стеклянная ёмкость, забитая большими грибами, какие продают на обычных рынках всякие бабули. Хотя нет, эти были уж слишком идеальны. В том плане, что на любом грибе должны быть какие-то пятнышки. Может шляпка быть хоть немного сломанной и тому подобное. Но эти были абсолютно чистыми и идеально укомплектованы в банке. Но я слишком пьян, чтобы думать о возможных последствиях. И решаю их просто съесть на свой страх и риск. Вооружившись вилкой, я пытаюсь попасть в открытую банку. Но меня уже так мутило, что это вышло под добрый третий раз. Ничего себе он накидался. Вот же урод! Злившись и урчав, я кое-как достаю вилкой из банки. Как можно больше грибов и подношу сначала к носу. Вроде ничего такие. Они поганкили. Да ладно, поехали! Но вкус грибы были совершенно не солёные, как я сначала ожидал. Однако и без того они были очень даже ничего. А может, грибочки казались мне таковыми просто потому, что был очень голодный, да ещё и после выпивки натощак. Оставив где-то четверть на завтра, я убрал баночку обратно в холодильник и устало зевнул. Бывал и получше ужин, но такой тоже сойдёт. Так, время всего пол первого, но в таком состоянии мне только в кровать. Переместившись на кровать, я сразу же почувствовал небывалую усталость. Больше мне не хотелось ни о чём думать. Я желал только немного отдохнуть перед завтрашним днём, который будет точно не легче предыдущих. Эй, у этого флэшбэки. Братец, ну когда ты уже вернёшься домой? Я по тебе скучаю. А чё тут антерфейс этот появляется-то? Линия Максимова. День первый. Вот и помер дед Максим, да и хуй остался с ним. Положили его в гроб, хуй уперся в потолок. Чувствуя, что уже проснулся, я начал мысленно прокручивать в голове сегодняшний план действий. Так, сначала надо встретиться с лес, сказать ей, что Шнеров всё-таки не справился. Какое же хреновое начало дня. Но, кажется, голова у меня совсем после вчерашнего не болит. Хоть что-то приятное. А ещё... Почему в комнате стало так жарко? В этот момент меня кто-то начал легко подёргивать за плечи. Просыпайся, эй! Голос был мне незнаком. Но я всё же поставил на то, что это была Лис. Сама уже, что ли, пришла? Эх... Странно, что не пинками разбудила. Лис, открой все окна нараспашку, а? Такая жарища стоит, что караул. Открыть окна? А может, ты просто снимешь с себя эту куртку? Слушай, а не поможешь с этим? А может, ещё подушку принести, а? Когда она мне это сказала, я вдруг обнаружил, что лежу вовсе не на кровати. Кажется, это была трава. От такого поворота событий по моему телу прошёлся лёгкий холодок. Ой-ой-ой. Таааак. Открыв глаза, я резко поднимаюсь со спины и вижу, что нахожусь на лесной поляне. И в метре от меня сидит та самая девушка, которая пыталась меня сейчас разбудить. Её лицо, как ни странно, казалось мне уже знакомым. Но откуда вспомнить сходу не удавалось. Однако пока я мало обращаю внимания на незнакомку, а сразу осматриваюсь вокруг и постепенно удивляюсь всё больше. А чё происходит? И где это я? Мотая головой из стороны в сторону, я пытаюсь хоть как-то скоординироваться. Понять, где я нахожусь, но ничего не получается. Кругом непроглядный лес, и лишь один человек сидит передо мной. А человек ли это вообще? Ты в лесу, не видно что ли? Ээээ... Эээ... Ну ладно, всё нормально тогда. Усмехнувшись, я замахнулся ладонью для хорошего удара себе по лицу. Это должно помочь. Покеда. Отвесив в себя довольно сильную пощечину, я удивлённо хлопая глазами, ничего при этом не понимая. Ничего не изменилось, но боль ощущается. Эээ... Настолько реально, что мне стало даже смешно. Эээ... Неплохо. Прикол работает. Совсем с ума сошёл, бедняга. Охуеть не встать. Чё это за бред такой? Я же не от... Не от... Блядь, что? Не отправился ночью за приключениями, нет же? Чёрт. Очень трудно вспоминать, что было вчера. Наконец, рассмотрев получше свою новую знакомую, мне стало ещё хуже. Боже! Я что, перепутал дом Андрея и вернулся к шныре? Затем меня на радостях накачали чем-то. И теперь я вижу каких-то кошкодевок в обносках? Какой же ты грубиян? Совсем не изменялся с нашей последней встречи в парке. Стоп! Точно, ты же! Та самая девка из парка! Давай повежливее, а то оставлю тебя тут и будешь дальше ворон читать. Да я тебе сейчас так вежливо! Ты хоть знаешь, сколько я уже тебя ищу? Я бросаюсь вперёд и толкаю девчонку на спину, прижимая её руки к земле. Такого она явно от меня не ожидала, поскольку сильно испугалась, при этом вскрикнув. Ай, ну зачем? Я же просто разбудить тебя хотела. Теперь я проснулся и буду задавать вопросы тебе. Где мы сейчас находимся и почему я вижу тебя именно здесь? Ну, как видишь, мы сейчас в лесу. Уже говорила. А я тут живу. Ты меня за идиота держишь? Брось это дело и отвечай серьёзно! Да не ори-то так только, а то точно оглохну. И не надо снова у меня ничего отбирать. То, что ты у меня украл, не так-то просто получить снова, знаешь ли. Это мне уже порядком надоело. Что же мне с ней делать, чтобы она начала воспринимать меня серьёзнее? Говори, живёшь здесь? Тогда я сейчас к чертям спалю весь лес, поняла? Возьму зажигалку и... Тебе, правда, его совсем не жалко? Ты же гость здесь. Да и вообще спал здесь так сладко. Мне нужны ответы, слышишь? Да слышу я. Всем вам это нужно. Знаю я вот одного такого искателя ответов здесь. Тоже вечно ему не жилой спокойно, вечно думал и вечно размышлял. А сейчас в такую задеру превратился, что подходить-то даже страшно стало. Давай без всяких рассуждений обойдёмся, ладно? Вздохнув она встряхнула... Ушами и смиревшись с ситуацией продолжила. Видимо, сейчас у меня нет выбора. Вот и отлично. Что это за леса, как я тут оказался? Да. Обычный такой лес, только без волков и медведей. Но где он находится, если по карте? Фу, извини, но я и сама не знаю. Сколько живу здесь и вообще как-то не интересовалась. Вот это вот вообще нихуя не смешно. Но я правда не знаю, как тебе лучше ответить на этот вопрос. Какой же цирк? Я не могу. А как я попал сюда? Я вообще тебя нашла тут спящим, так что тем более вопрос не ко мне. Кто ты вообще такая? Почему твои уши и хвост выглядят так реалистично? Да потому что они и так реальные, дурында. Какое же хуёвое утро. Я точно не сплю. Там ниоткуда знать. Смотрю, у тебя ужасная манера не давать прямых ответов на вопросы. Да тоже надоелся своими вопросами. Хотя от твоего друга ты мало отлич... Ой, забудь о том, что я только что сказала. Это же ты про Андрея. Ведь из-за тебя он пропал, верно? Дай угадаю. Ты захотела посчитаться со мной и заставила его рассказать обо мне. А когда он раскололся, нашла меня, накачала снотворным и привезла в лес, чтобы закопать где-нибудь. Но вот проблема, я проснулся раньше и ты решила поиграть в дурочку. Говори, где ты держишь Андрея? Андрей уже пошёл на корм рыбкам, ты опоздал. Чё? За что ты его? Это ведь я решил ограбить тебя в парке, а он тебя защищал. За Андрея! Я тебя сейчас! В её смехе было что-то не так. Только сейчас я начал догадываться, что это был сарказм. Это было... Решила подыграть немножко. Неплохо вышло, правда? Блять. Да не смотри ты так на меня. Всё с твоим Андреем в порядке, а он в пионерлагере сейчас. В пионерлагере? Такой непоседа, что каждый день с ним что-нибудь да случается. Андрей непоседа? Если это были обидели и шутки, то могу поздравить. Жир потёк. Где он сейчас? Я же сказала, в пионерлагере, который за лесом. И чё это за лагерь такой в нашей округе, о котором я даже не знаю? Советский обычный пионерлагерь. Ещё б ты о нём знал, ага. В очередной раз эта зверюшка одарила меня своей усмешкой. Ты уже начинаешь раздражать своим нелепым чувством юмора. Отпустив её, я встал и посмотрел вглубь леса. Почему тут так жарко? Ведь уже середина сентября. И буквально ещё вчера днём я начал подмерзать в своей обычной одежде. Сейчас мне в моём бомбере становится очень жарко. Ну так сними себе эту бомбу и заметь, что сейчас разгар лета. От такого большого объёма бреда, который она заливала сейчас, мне стало уже нехорошо. Нужно было заканчивать с этими бессмысленными расспросами и перейти к делу. Короче, хватит. Куда нужно идти за этим недоделанным заступником? Голос девчонки сменялся на серьёзный. И сама она стала смотреть на меня по-другому. Тебе нельзя пока с ним видеться. Или всё станет намного хуже. А давай я сам это решу, а? Не хочешь говорить, сам найду дорогу. Стой, кому говорю! И не подумаю, отвали! Ты не оставляешь мне выбора? Я резко оборачиваюсь на неё, но это существо уже летело в мою сторону. С каким-то странным мяуканьём. Через секунду это ненормальная кошка пинает меня в грудь. Да так что я даже чуть не упал на спину от такого удара. Но мне удалось устоять на ногах, сделав пару шагов назад. Стряхнув с себя поле от удара, я дерзко улыбнулся. И под зывающим жестом руки пытаюсь спровоцировать повторное нападение. Эй, ты меня даже не ударила! Попробуй ещё разок! Посмотрев на меня хищным взглядом, она в буквальном смысле вы... Выпустила когти из пальцев. По крайней мере, так мне показалось. Не понял! Пользуясь моим ослабленным вниманием, она во второй раз сделает бросок в мою сторону. Хоть и быстрее всех моих предыдущих противников, но ты всё же обычная девчонка. Уклонившись от её налёта, я резко оборачиваюсь, но не вижу её за спиной. Начинаю смотреть по сторонам, по деревьям, кустам. Нигде не было этой прыгунья. Спряталась, похоже. Ну же, если это всё, то я пошёл. Оглядываясь за спину, по сторонам я слышу отовсюду шелест листьев. И хруст веток, но не могу понять, где именно она находится. Да где же это? Поднёв с земли камень, я решил испытать свою удачу и кинуть его наугад. Сразу же, как только увижу движение. И вдруг я замечаю её промелькнувшей между деревьями хвост. И в ту же секунду я кидаю камень на опережение. И прям по черепу. Неожиданно она падает с дерева, держась за лоб. Серьёзно? Подойдя поближе, я наклонился и протянул руку. Блин, всё-таки попал. Ты как? Вы все одинаковые, что первый, что последний. Чё? В следующий момент она резко отталкивается от земли. И каким-то образом оказывается у меня за спиной. Опять же, скорость была просто ожеломляющей. Тут даже у меня такой реакции не было, чтобы среагировать хоть как-то. Я только успеваю произнести... Блять, произнести своё ферменное проблемки. И тут же падаю рез... Тут же резко падаю на спину от сильного пинка сзади. На живот, может? Га! Вау! Кто она вообще такая? Но развела она меня, конечно, неплохо. И за это короткое время, что я отходил от падения, она успела связать мои руки верёвкой. Вот гадство! Я слишком был ошеломлён столь сильным толчком от такой. Это шустрая. Только вот связывать зачем? Чтобы не сбежал. Слезь с меня, дура! Я всячески барахтался и пытался скинуть её с себя. Но оказавшись без рук, я не мог ей нормально противостоять. Хватит дрыгаться, а то ещё по башке получишь. Да хрен тебе, живым не возьмёшь! Ну а сколько бы я ни ворочался, она сумела так же быстро связать мне ноги. После этого она перевернула меня на спину и потащила к дереву. Какой же ты тяжёлый! Ну так отпусти! Я всячески старался помешать ей подтащить меня к дереву. Но моих движений было недостаточно. На удивление, силёнок у неё было больше, чем может показаться с первого взгляда. А именно поэтому я проиграл. Я недооценил эту лесную амазонку, которая летает по деревьям и шныряет по земле со скоростью пуля. Но больше меня разозлило то, что эта плутовка использовала тот грязный трюк с падением, чтобы ослабить мою бдительность и зайти за спину. Хотя меня и нельзя назвать тем, кто топит за честные бои. Но мне было очень досадно, что сейчас вот так легко развели. А ещё это был первый раз, когда меня повалило и связала девчонка. Теперь я понял, что она не так проста, как кажется, и мне нужно быть с ней поосторожнее. Ну а это всё будет уже в следующий раз. А сегодня на этом всё, так что всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok